Дорогие братья и сестры, сегодня заканчивается шестая неделя Великого Поста, которая установлена в честь сорокодневного прощения Господа Иисуса Христа в пустыне, когда Он был искушаем демоном. Господь показал нам, что такая мера очень спасительна для человека, потому что Он сам прошел искушение от беса, но выдержал их и мало кого победил. Теперь это сороковый пост заканчивается. Наступает у нас следующая неделя, которая присоединяется к этому посту, это Страстная неделя. В чем смысл Страстной недели? В смысле Страстной недели вспомнить все те благие деяния, которые совершил Господь на земле. Ведь посмотрите, когда Он шел на Свои крестные страдания, Он совершил тайную вечерю со Своими учениками. Вот где был и предатель Его Иуда Искариотский. Потом в среду Он был предан Иуда Искариотским в руки грешников, и потерпел Свои мучения. И вот Святая Пятница, вот Великая Пятница, она напоминает нам о том, какие страсти перетерпел Господь. И вот в эти дни, в эти дни особенно, вот нам предстоит помолиться. Для чего? Для того, чтобы мы с великой радостью, с великим благоговением, с великой любовью встретили тот светлый праздник Воскресения Христова, какой мы ожидаем в своей душе. Почему? Потому что душа наша, она бессмертна. И мы, как посмотрим, если посмотреть на себя и на всех людей, которые живут на земле, никто из нас не переходит без крестных страданий. Хотим мы этого или не хотим, но каждая душа отлучается от тела с болью. Вот и Господь, в весе на кресте, вот претерпел эти страдания. Поэтому в Великой Пятнице считается 12 Евангелий Страстных, где нам напоминаются вот все те события, которые происходили в тот момент, когда Господа вели на распятие. И, братья мои, сестры, хочу пожелать вам, чтобы вы эту неделю провели тоже в светлом торжестве, поста, чтобы ваши сердца, ваши души имели искреннее соболезнование о таком содействии, которое сделали люди в то время, когда распинали Христа. И для того, чтобы еще вы возрадовали все светлые разности в Божию, светлого воскресения Христову. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok